Доброго времени суток, друзья! В студии Рома Андаров. Это новости на Универтв. Давайте вместе окунемся в студенческие будни. Казанский федеральный университет посетил депутат Государственной Думы. Реставрация военного госпиталя. Подведем итоги. Подробности нового дня со студенческой весны. Преподаватели и студенты Казанского федерального университета получили возможность пообщаться с депутатом Государственной Думы Российской Федерации и другими представителями власти. Какие вопросы для обсуждения возникли у обеих сторон, вы узнаете прямо сейчас. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошла встреча слушателей Малой академии государственного управления в Республике Татарстан и КФУ с представителями Федерального собрания Российской Федерации от Республики Татарстан. В университет прибыли член Совета Федерации и Федерального собрания Российской Федерации Олег Морозов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Рад Фарахов и генеральный секретарь Олимпийского комитета России Марат Бариев. Спикеры обсудили с гостями различные политические вопросы современной России. Первой темой стала сама профессия политика. Обсуждение зашло в область особенностей этой профессии. Публичный человек, он вообще не имеет права, практически не имеет права на публичную ошибку. Очень трудно ее потом исправлять, эту ошибку. Это тоже элемент такой профессии, которую нужно освоить, понимая, что ты человек публичный, что твои слова, твои поступки, они на виду, и ты за них всегда отвечаешь. Также спикеры обсудили со зрителями и качества, необходимые современному российскому депутату. Мы представляем нашу республику, мы избраны жителями республики Татарстан, и мы, безусловно, должны отражать интересы жителей республики Татарстан в парламенте Российской Федерации. И поэтому неравнодушие, поэтому желание максимально помочь большому количеству людей, это в первую очередь очень и очень важно. Другими вопросами для обсуждения стало растущее влияние социальных сетей. Оно перехватывает часть аудитории традиционных средств массовой информации, первые шаги молодых политиков и многое другое. Такие мероприятия создают столь необходимые контакты представителей власти с народом. Артем Тупичкин, Леонард Валетяров, Универ Ньюс. Новую жизнь Казанский федеральный университет подарил бывшему военному госпиталю. В течение двух лет там проходили масштабные ремонтные работы. Сейчас в этих зданиях располагается учебно-лабораторный кампус КФУ. Наш корреспондент Анна Глазунова расскажет обо всех произошедших изменениях. В зданиях бывшего военного госпиталя в Казани сейчас располагается учебно-лабораторный кампус Казанского федерального университета. Открытие состоялось 12 марта, где президент Татарстана Рустам Меньханов и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров осмотрели здания, в которых будут готовить врачей будущего. Казанский военный госпиталь является одним из старейших военно-лечебных учреждений не только Татарстана, но и России. В последние годы объекты, ставшие культурным наследием Татарстана, пришли в упадок. В связи с этим в 2010 году было принято решение о расформировании Казанского госпиталя. Новая жизнь для уже практически разрушенных зданий наступила в 2016 году, когда они перешли в управление Казанскому федеральному университету. С тех пор проходили масштабные ремонтные и восстановительные работы. Во время ремонта возникли вопросы с сохранением культурного наследования. Во время ремонта мы работали вместе с представителями министерства культуры, сохранили первоначально этот облик, восстановили то, что было утрачено, и, соответственно, сделали еще дополнительный функционал, который необходим для учебной и научной работы. В одном из корпусов появился уникальный учебно-научный центр экспериментальной медицины Wet Lab, где можно проводить реальные операции на животных. Есть симуляционный центр, называется Dry Lab. То есть это сухая лаборатория, где работают, готовятся на уникенах. Это как бы следующий уровень Wet Lab. То есть влажная лаборатория работает на нативных тканях и на органах, и на организме животных. Студенты вуза будут заниматься в новых учебных аудиториях и экспериментальных операционных. Главная цель – обучить и научить. Поэтому все оборудование закупалось с целью записи и трансляции того, что происходит на операционном столе. Вот эта бескиневая лампа имеет встроенную камеру. Вот здесь находится, постоянно идет запись и трансляция. Дальше в операционных на потолке установили купольные камеры, которые идет одновременно трансляция. На полную реконструкцию, ремонт и оснащение здания ушло почти 400 миллионов рублей. Это вне бюджетные средства КФУ. Бюджетные средства за счет субсидий и средства пожертвования. Передача бывшего военного госпиталя для образовательного процесса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ было вполне логичным шагом. Хотя состояние переданных зданий было достаточно удручающим, что, впрочем, не помешало университету создать из этого хорошо оборудованный новый учебно-лабораторный кампус. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. С 22 по 24 мая в Казанском Федеральном Университете состоится одно из ярких событий научной жизни в общероссийском и международном масштабе. Четвертый международный форум по педагогическому образованию. О том, как это будет, тебе расскажет Диана Шилова. С 22 по 24 мая в Казанском Федеральном Университете состоится четвертый международный форум по педагогическому образованию, который зародился еще в 2015 году. Идея форума появилась из тех новых задач, которые стали перед Казанским университетом. Во-первых, в связи с присоединением двух педагогических университетов в 2011 году. И во-вторых, с задачами международной кооперации и решения задач программы 5.100. Вот уже четвертый год Институт психологии и образования КФУ на самом высоком уровне проводит форум для представителей сферы образования и психологии со всего мира. Всего мы имеем в качестве гостей ученых из почти 20 университетов, которые входят в топ-200 лучших университетов мира в области education. Очень важно, что к нам приезжают не просто иностранные ученые, а те, кто специализируется на подготовке учителей. Казанский федеральный университет становится все более известным в области подготовки учителей. И мы уже много говорили о нашей великолепной инфраструктуре, о наших кадрах, оснащении, о наших научных достижениях. И не случайно рейтинг лучших университетов мира КУЭС в этом году включил нас в число лучших 250 университетов мира в области education. В рамках работы форума состоятся три крупные международные научно-практические конференции. В ходе форума будут обсуждаться вопросы теории и практики в предметной подготовке учителей. В этом году мы заявили три подтемы на наш форум, три международные конференции. Первая тема связана с подготовкой учителя как предметника. Вторая тема связана с подготовкой учителя как воспитателя. А третья тема связана с проблемами работы учителя с различными детскими девиациями. И по каждой из этих конференций приедут очень интересные ключевые докладчики. И это, конечно, вызывает особый интерес наших коллег со всей России. В работе форума примут участие представители Министерства образования и науки Российской Федерации, Правительство Республики Татарстан, Российская Академия Образования, Европейская Ассоциация исследований в области образования, Международная Ассоциация исследований педагогического образования. Анна Глузнова, Диана Шилова, Ленардо Влитяров, Универньюз. Студенческая весна продолжается. 14 марта состоялся конкурсный фестиваль в КСК «Уникс». Подробности в сюжете Екатерины Басаргиной. Весна в стенах Казанского федерального университета продолжает стремительно продвигаться вместе с талантливыми студентами разных институтов. Так, 14 марта сцена КСК «Уникс» встретила студенческую весну Инженерного института, Института экологии и Института геологии и нефтегазовой технологии. Студентам институтов удалось зарядить концертный зал бурной энергией. Всем известно, что 2018 год в Казанском университете объявлен годом Льва Толстого. Поэтому творчество каждой команды студентов в рамках фестиваля направлено на раскрытие данной тематики. Нашей съемочной группе удалось узнать, какой же темой выступает Институт геологии и нефтегазовой технологии. У нас тема – сполочение семьи. И главная мораль нашего выступления – то, что тайн становится явным. Для каждого участника студенческой весны очень важно, чтобы все номера и выступления в целом были хорошо поставлены и отрепетированы. Мы очень довольны к студенческой весне. Мы сразу начали готовиться уже после дня первокурсника в конце октября. Напомним, что студенческая весна продлится до 23 марта и закроет этот фестиваль Елабужский и Найбержный Челнинский институты. Катя Бусаргина, Ленарда Влитяров, Универньюз. Это были новости на Универ ТВ. Всем до скорой встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин